В столице 16 часов вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Добрый день. Это грандиозный успех. Президент Казахстана Касымжумар Тукаев поздравил певца Ержана Максима с успешным выступлением на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2019», по итогам которого он занял второе место. На своей странице в Твиттер глава государства с этой важной победой поздравил родителей и преподавателей Ержана. В завершении Касымжумар Тукаев пожелал молодому исполнителю дальнейших успехов. Ержан Максим остался в шаге от победы. По результатам голосования профессионального жюри и зрителей наш конкурсант набрал 227 баллов. Первое место досталось польской исполнительнице Виктория Габор. 278 очков. Сразу после ошеломительного успеха Ержан дал первое интервью. Доволен ли он итогами международного конкурса и какие у восходящей звезды планы на будущее узнала Шелпанна Иманбаева. Впервые в истории детского Евровидения и нашей страны Казахстан занял второе место на международном песенном конкурсе. Публика ликует. Харизматичный, талантливый мальчик из Казахстана с неповторимым голосом почти победил. Ержан остался в шаге от первого места. За кулисами болельщики встретили Ержана Максима бурными овациями. Мама певца не смогла сдержать слез. Дорогие казахстанцы, меня переполняют эмоции. Для нас это большое достижение. Чуть-чуть не хватило до победы. Мы надеялись, что Ержан войдет в тройку, а занял он второе место. Я счастлива. Соперники Ержана Максима самые сильные голоса Европы. И поэтому интрига сохранялась до последнего момента. Кто же станет победителем? Казахстан, Польша или Испания? Когда сидели в зале и все страны хлопали за очки Казахстана, если честно, стало гордо за Казахстан. Многие эксперты до Евровидения приурочили Казахстану минимум третье место. Но сегодняшний результат исторический, потому что большинство членов жюри отдали свои максимальные голоса именно Казахстану. Мы по голосованию жюри оторвались на первое место с разницей 30 очков от тех стран, которые шли вторым и третьим местом. Это является высшей оценкой, потому что мнение профессиональных экспертов, мнение профессиональных музыкантов всегда чтилось и всегда ценилось. Зарубежные эксперты в сфере шоу-бизнеса считают песню Ержана одной из лучших на конкурсе и дали высокую оценку его выступлению. Многие музыканты решили подойти к нему лично, чтобы выразить свое восхищение. Я считаю, Ержан Максим владеет отличным голосом. Он молодец. Я фан Димаша и считаю, что у него самый лучший голос в мире. А если говорить о том, кто на втором месте, то, несомненно, Ержан Максим. Я бы хотел, чтобы они спели в дуэте. Я бы даже написал для них песню. По словам Ержана Максима, это только начало. У него уже расписан концертный график и останавливаться на достигнутом он не собирается. Второе место – это хорошо, но первое было бы намного лучше. Я хочу поблагодарить всех казахстанцев за поддержку. В скором времени я планирую дать концерт в Польше. Также выступлю в Лондоне, Москве и не только. Так что ожидайте. Казахстан Вот и завершилось детское Евровидение. Казахстан уезжает с прекрасным результатом. Это второе место. Где в следующий раз пройдет этот престижный конкурс, еще неизвестно. Но, возможно, детское Евровидение примет Казахстан. Шулпан Найманбаева, Милослав Вриновский, Хабар, 24, Польша. Поздравил Ержана Максима с грандиозным успехом. Ей премьер-министр Польши Матео Шмаровецкий присутствовал на финале международного конкурса. Также рада отличному результату казахстанца на этом престижном конкурсе и другие участники проекта. Конкурсанты признаются, что Ержан очень одаренный и заслуженно занял второе место. Многие считают, что у нашего соотечественника был очень современный и оригинальный номер. Я думаю, Ержан был удивительным. У него действительно красивая песня. Я даже заплакала, когда он пел. Это была тяжелая песня, но он с ней справился и вытянул все ноты. Когда мы стояли за кулисами, я уже сказала баллы Казахстану. И там начали прям просто прилыв 12-бальный Казахстану. И я прям была очень рада за Казахстан. Я желаю ему счастья, здоровья, чтобы у него все шло просто идеально, чтобы он поконил весь мир. Я вообще не ожидала. Я была очень рада, что мы выиграли. И профессионалы сказали, что мы самые лучшие. Весь Казахстан накануне болел за Ержана Максима на Junior Eurovision. Некоторые болельщики даже полетели специально в польский город Глевиц, чтобы поддержать казахстанца. Были на концерте казахи, проживающие в Польше. После того, как стали известны результаты, фанаты собрались все вместе, чтобы поздравить Ержана Максима с его успехом. Он, как настоящая звезда, раздавал автографы, фотографировался со всеми желающими, рассказывал о своих дальнейших планах. Принимая поздравления от земляков и иностранцев, он благодарил всех за поддержку. Чтобы поддержать нашего Ержана, я специально взяла очередной отпуск и прилетела вместе со своей коллегой и с друзьями. Мне кажется, все-таки Ержан достойен первого места. И профессиональные жюри, музыканты его достойно оценили, профессиональные жюри отдали ему первое место. И в этом истина все-таки. Я приехала с Варшавы, 4 часа ехала, очень нетерпеливо была, хотела уже приехать. Я была очень рада, он очень хороший певец, я так красиво пела, очень хорошо, я так рада была и горда была. И он очень суперхороший. Ликуют и родные Ержана из Уральска бурными овациями и волнениями они встретили оглашение жюри. Напомню, в истории детского Евровидения Казахстан впервые занял второе место. Близкие радуются грандиозному успеху Ержана и вспоминают его первое выступление. Еще в 5 лет он удивил всех своими вокальными данными, спев на мероприятии, посвященном 40-летию отца. А к 12 годам уже получил опыт участия на многих фестивалях и конкурсах. Теперь позади и участие на детском Евровидении и по праву заслуженная победа. Ержан представлял всю страну на таком престижном конкурсе. Нас переполняет гордость за нашего внука. Он обещал казахстанцам не подвести их и сдержал свое слово. Выступил очень хорошо. Мы волновались, наверное, больше него. Нас поддерживал весь город и вся страна. Наверное, это придавало сил Ержану. Радости нет предела. Мы гордимся Ержаном. Нам даже не верится, что наш маленький Ержан, наш самый младший в семье, что он представляет нашу большую страну в такой большой сцене. Мы верим в него. За такой юный возраст, за свой такой юный возраст он многого достиг. И мы верим, что он и многого достигнет в будущем. Почти половина расходов республиканского бюджета на ближайшие три года направит на развитие социальной сферы, повышение зарплаты педагогов и финансирование государственных программ занятости. В эти минуты депутаты Сената вносят последние правки в окончательный вид документа. За происходящим наблюдает мой коллега Андрей Деменок. Андрей, что известно к этому часу? На что сенаторы обратили внимание? Динара, день добрый. Да, действительно, мы работаем в здании Сената. И начну свое включение, пожалуй, с главной новости. Буквально несколько секунд назад в Миннациэкономике заявили и подтвердили информацию о том, что уже со следующего года акцизная ставка на бензин в Казахстане вырастет более чем в два раза. С восьми тенге до десяти. Правда, в министерстве пока детально не разложили, каким образом это выльется в итоговую стоимость топлива. Но нет сомнений, что уже в ближайшее время эта вся информация появится в открытом доступе. А также независимые эксперты дадут свою оценку ситуации. Главная же причина такого решения повышения стоимости ДИС топлива связывают с дефицитом бюджета. Напомню, как и ранее сообщалось, он у нас на ближайшие три года дефицитный. То есть по-прежнему мы зарабатываем меньше, чем тратим. Эту разницу по традиции намерены восполнить за счет трансфетов из Национального фонда. Ежегодно в течение ближайших трех лет планируется выделять около чуть более 2 триллионов тенге. Эти средства по традиции будут направляться преимущественно на социальную сферу. В этот раз, как ты уже правильно сказал, она составит около 46% всех расходов. По традиции это образование, медицина, занятость. К примеру, только на программу и трудоустройство Инбек потратят около 186 миллиардов тенге. Однако у сенаторов, как и ранее у мажористменов, появлялись вопросы относительно эффективности работы различных государственных программ, в том числе и Инбек, все-таки трудоустроенность по документам считается достаточно хорошей, однако фактическая занятость и уровень безработицы из года в год сохраняется. Также вот как раз зашла речь о использовании средств, которые направляются непосредственно на строительство школ, больниц. Это как раз уже вопрос к регионам. Вот за счет, со следующего года планируется более точечно работать в этом плане, то есть контролировать, куда местные власти направляют эти средства. В то же время, как сейчас, чаще всего это какие-то общие статьи расхода, а уже местные акиматы непосредственно сами решают, на что и куда потратить деньги. Со следующего года такого уже непосредственно не будет. Также вот как раз депутаты очень подробно остановились как раз и на дефиците бюджета, за счет чего планируется его увеличивать. В частности, изначально планируется, что вот те самые трансфеты из бюджета национального фонда с каждым годом будут уменьшаться, хоть незначительно, но все-таки снижение будет. В профильных министерствах отмечают, что эту цифру планируют, эту разницу планируют возмещать за счет развития малого и среднего бизнеса. Здесь же опять как раз реализация государственных программ, однако большинство депутатов Сената, как и ранее даже их коллеги в Мажелесе, также высказали сомнения насчет этих целевых показателей. Как по их словам, на бумаге все выглядит достаточно прилично, а на деле ситуация не совсем совладает. Ну и вот у меня пока на этом все. Динар, передаю тебе слово. Спасибо, Андрей. Андрей Деменок был на прямой связи со студией. Он находится в Сенате, где рассматривают республиканский бюджет. В селах Приртыши завершают второй этап внедрения бюджета четвертого уровня. На местное самоуправление в регионе уже перешли 32 сельских округа, в которых проживают свыше доносирование и позволяет сельчанам самим планировать расходную часть и решать коммунальные проблемы. Новопокровка расположена вблизи центральной усадьбы села Галецкое. Здесь проживают 400 человек. В этом году в населенный пункт провели центральный водопровод. Местный предприниматель Александр Косицын выделил средства на асфальтирование улиц. Построил в селе фельдшерско-акушерский пункт. Объект стоимостью в 10 миллионов тенге безвозмездно передал сельскому акимату. И это еще не все задачи, которые бизнесмен взялся решить. Мы планируем здесь еще строить два двухквартирных дома. И одна квартира из этого двухквартирного дома будет тоже непосредственно привязана к ФАПу и будет постоянно за ним закреплена. То есть, если даже медицинские работники будут меняться, квартира будет оставаться постоянно за ними. И человек, который будет изъявить желание сюда приехать, он будет уже знать, что у него есть здесь свое жилье. Село Галецкое считается образцово-показательным в Успенском районе. В будущем в малых селах, расположенных вокруг центральной усадьбы, хотят создать условия с высоким уровнем жизни. Здесь каждый год строят дома не только для молодых специалистов. Отличившиеся труженики тоже получают ключи от новых квартир. Дали дом за хорошую работу. Ну, муж работает в колхозе. Всем довольны, рады, что будем жить в этом доме. Есть ребенок, да, в садик ходит. Все хорошо. Такое отношение хозяйства к жизни сельчан привели в пример другим районам области. С 2020 года села начнут себя сами финансировать. Сегодня в регионе уже 25% сельских округов самостоятельно планируют расходную и доходную часть бюджета. Подготовка у нас проводится уже с 1 января этого года. В принципе, есть алгоритм действия уже с 18-го, 19-го, когда мы готовили вот эти 32 акима. У нас сейчас подготовка идет в тех же параметрах, в том же формате и вот этих 94 акимов. По прогнозным данным, в следующем году объемы собственных доходов в сельских округах состоят около 11 миллионов тенге. Сумма небольшая, чтобы самостоятельно содержать село. Поэтому в Министерство нацэкономики местные власти направили предложение о дополнительной передаче на сельский уровень отдельных видов налогов и платежей. В частности, плату за пользование земельными участками. Это позволит в среднем привлечь в бюджет 4-го уровня еще больше, чем 600 миллионов тенге. Продолжаем выпуск. Врачи рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Туркестанской области. Напомню, в аварии, которая произошла накануне на трассе Шимкен-Сарагаш, пострадали 15 человек. Там одновременно столкнулись сразу 4 автомобиля. Одна из машин загорелась. С различными травмами 11 человек были доставлены в центральную больницу Казахурдского района. Еще четверо получили первую медицинскую помощь и не нуждались в госпитализации. Большая часть пострадавших все еще находится в реанимации. Наибольшее опасение у медиков вызывает состояние 58-летней жительницы Сарагашского района. Она получила тупую травму живота и уже прооперирована. Ей удалили селезенку. И пока делать какие-либо прогнозы врачи не берутся. В департаменте полиции региона сообщили, что авария произошла из-за плохих погодных условий и гололедом. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Всем больным оказана своевременная консультация специалистами областного уровня. На сегодня у нас в реанимационном отделении лежит шестеро пациентов. Состояние пациентов тяжелое, но стабильное, без ухудшения. В Петропавловске в пожаре погибла 45-летняя женщина. Трагедия случилась ночью в пятиэтажном жилом доме. Почувствовав запах гари, соседи сразу же вызвали пожарных. Не дожидаясь их самостоятельно, вскрыли двери и спасли хозяина квартиры, инвалида второй группы. С отравлением пострадавший был доставлен в больницу. Погибшая оказалась его сожительницей. Спасателям удалось ликвидировать огонь. В течение 10 минут в тушении было задействовано 3 единицы техники. Отмечу, с начала года на территории региона произошло более 600 пожаров, в которых погибли 37 человек. В предварительной версии причиной пожара послужило неосторожное обращение населения путем курения в постели в состоянии алкогольного опьянения. Повторяю, это причина предварительная. Причина будет в течение 30 календарных дней установлена и передоставлена сотрудникам полиции. К новостям в мире. Тела пяти женщин найдены на юге Италии, на острове Лампидуза. Лодка, на которой они находились, опрокинулась, сообщила береговая охрана. Три тела были найдены в море, а еще два на берегу. В субботу с тонущего 10-метрового судна были спасены почти 150 человек, в том числе 13 женщин и трое детей. Лодка потерпела бедствие менее чем в 1600 километрах от Лампидуза. Но выжившие заявили, что 20 человек пропали без вести. Предположительно, морские путешественники родом из Алжира, Туниса и Пакистана. Поиски мигрантов продолжаются. В Москве состоялся турнир по казах-куресе среди студентов на Кубок посла Республики Казахстан в России. Соревнования прошли на спортивной площадке Московского института. Стали из плавов. В них приняли участие более 30 человек. Турнир проходил по круговой системе. У каждого участника в своей весовой категории была возможность провести несколько поединков. Организованные посольством Казахстана в России спортивные мероприятия поддержала Федерация казахской борьбы города Москвы и Центр международных программ «Болошак». Сейчас казах-курес, соответственно, с поддержкой Международной федерации «Казах-курес». С нового стратегии у нас 2022 года. Мы хотим стать олимпийским ведомством спорта. И в России помогает организовать турнир в следующем году, в мае, в июне. Мы будем делать чемпионат России уже либо в Казани, либо в городе Москва непосредственно, и еще и в городе Поволжье, в городе Астрахань. Спасибо организаторам турнира, благодаря которым в Москве развивается такой вид спорта, как казах-куреса. Соревнования такого уровня способствуют сохранению и укреплению национальных традиций. На этом пока все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова